С течением времени восприятие возраста очень меняется. Если во времена Пушкина женщину 38 лет называли старухой, то в современном мире многие 50-летние выглядят так, что их продолжают называть девушками. Почему же некоторые женщины в 50 отлично выглядят и ведут активный образ жизни, а другие похожи на тетенек пожилого возраста? Давайте узнаем. Благодаря развитию косметологии и фотошопу сегодня сложно определить настоящий возраст человека. Женщина может быть первой красавицей, но ворчаливость и стремление переноситься в прошлое тут же накинут ей лишний десяток лет. Таких дам распознать легко, стоит только прислушаться к речи человека. Вот несколько фраз, которые добавляют этим женщинам возраста. А вот в наше время, ну и нрав теперь. Вот это молодежь пошла. Это не музыка, а какафония какая-то. В мои времена цены были ниже, юбки длиннее и так далее. Мало того, что лишние килограммы плохо сказываются на здоровье, так они еще и визуально старят. Если только кому-то удастся похудеть на 10 килограмм, первый услышанный им комплимент будет звучать «Ты помолодел». Из-за избыточного веса нарушается выработка коллагена. Появляются растяжки, морщины и в целом кожа теряет юношескую упругость. В то же время плохо сказывается на внешности и чрезмерная худоба. Так что всего должно быть в меру. Представительницы определенных рас выглядят моложе своих лет. Генетики считают, что больше всего повезло латиноамериканкам. Мексиканки, испанки, гаитянки выглядят на два года младше представительниц других наций того же возраста. Ученые говорят, что признаки старения, вроде морщин и пигментных пятен, не так заметны на более темной и толстой коже. К тому же у людей с азиатскими, африканскими и латиноамериканскими корнями кожа более плотная, из-за чего лицо не плывет вниз. А вот у славянок кожа тонкая и склонна к провисанию. Отсюда рана, оплывший овал лица и брыли. Еще совсем недавно сложно было представить женщину, перешагнувшую 25-летний рубеж без короткой стрижки и химии на голове. Эдакое пышное облачко волос должно было придать обладательнице задоры и молодости. Но скорее прочно укрепило соотечественников во мнении о том, что короткая стрижка – это удел возрастных женщин. Психологи также разделяют это мнение. Длинные волосы делают представительниц прекрасного пола более привлекательными. Казалось бы, этим моментом можно пренебречь, но оттенок эмали зубов действительно имеет значение. Чтобы увидеть этот эффект, достаточно осветлить собственную улыбку в каком-нибудь фоторедакторе. И действительно, мало кто задумывается о том, что профессиональная чистка зубов может омолодить. Женщины не могут смириться с современной модой, которая для них чужда, нова и непривычна. Они покупают те вещи, к которым привыкли, в которых им комфортно и обыденно, избегая каких-то ультрамодных трендов. А зря! Именно современные вещи и правильно подобранный гардероб создают образ молодой девушки. Например, в Европе с трудом можно найти возрастную женщину, которая будет донашивать за молодыми родственницами платья и другие вещи. На Западе дамы в любом возрасте стараются не пропускать распродажи модной одежды. К сожалению, у нас очень многие женщины экономят на себе во всем, включая вещи своего гардероба. Макияж может стать как хорошим помощником, сделав лицо более молодым, выразительным и ярким, так и может сыграть в злую шутку, прибавив добрый десяток лет к реальному возрасту. Полное отсутствие макияжа или слишком яркий мейк, как правило, добавляют возраста. А нежный, аккуратный, естественный, выполненный в нюдовых тонах делает женщину свежей и красивой. Любовь к алкоголю, сигаретам, жирной и соленой пищи, ночным тусовкам, бесследно проходят лишь в молодости. А к сорока все точно будет налицо. Причем не самым приглядным образом. Отечность, одутловатость, глубокие морщины и землистый цвет лица гарантированы. Если женщина постоянно жалуется, не имеет никаких увлечений, за исключением собирания сплетен на соседях и знаменитостях и просмотра бесконечных мыльных опер, и не стремится узнавать новое, то она неизбежно превратится в старушку. Безусловно, у многих женщин жизнь – это не сплошной праздник. Но это не означает, что нужно проводить время, предаваясь горестным размышлениям о своем невезении. Женщины, которые умеют радоваться мелочам, выглядят намного моложе ровесниц, которые только и делают, что ноют о своей горестной доле. В мире встречается немало женщин, которые, как кажется, не стареют вовсе. Эти дамы являются наглядным примером того, как можно в любом возрасте выглядеть молодо и привлекательно. И как же им это удается? В чем их секрет? Сейчас я вам приведу более десятка примеров. Лю Елен, 52 года. Библиотекарь из Китая Лю Елен часто принимают за девушку ее сына. И неудивительно, у нее стройное, потянутое тело и не единой морщинки. В чем секрет? Уже около 30 лет Лю регулярно плавает зимой в озере и занимается тяжелой атлетикой. Она переплыла реки Янзы в Китае и Ханган в Южной Корее. В ее мечтах – переплыть море и остаться красивой и 80 лет. Также Лю не пользуется косметикой. Риса Хирако, 49 лет. Риса – японская модель и певица. Она выглядит просто нереально молода на снимках. При этом говорит, что почти не обрабатывает свои фото. В чем секрет? Риса пользуется только косметикой с натуральными ингредиентами. Ест здоровую пищу, при этом любит мед, бананы и шоколад. Вообще в Японии много долгожителей. И одна из причин этого – их пищевые привычки. Они едят в целом меньше мяса, жиров и сахара, чем жители других развитых стран. Эрнестин Шепард, 84 года. Эта женщина из США получила титул самой пожилой культуристки в мире. А началось все, как и у многих женщин. Эрнестине не нравилось ее отражение в зеркале. И, начав заниматься, она твердо решила не бросать и добилась впечатляющих результатов. Кстати, начала она далеко за 50. В чем секрет? Эрнестина не принимает добавки и пробегает примерно 130 километров в неделю и занимается в зале. Она потребляет примерно 1700 килокалорий в день. В основном это вареные яичные белки, курица и овощи. Мисаку Мизутани, 52 года. Мисака в прошлом модель, а теперь мать двоих детей. Сейчас она не работает и ведет свой блог, где рассказывает об уходе за собой. На родине ее называют «Леди вечная молодость». В чем секрет? Стоит заметить, Мисака тратит на уход за кожей около 5 часов в день. Помимо этого, она пьет много воды, высыпается, не курит и пользуется кремом с витамином Е. Кристи Бринкли, 66 лет Кристи Бринкли – американская модель, активистка, актриса и фотограф. Работает фотомоделью с 70-х годов и до сих пор продолжает сниматься. В чем секрет? По утрам Кристи пьет теплую воду с лимоном, медом и каенским перцем. Не ест мяса и часто перекусывает в течение дня. За ужином может выпить бокал красного вина. Кристи говорит, что никогда не делала пластических операций, но часто прибегает к неинвазивным процедурам. Каждый день она делает до 100 отжиманий, бегает, регулярно занимается фитнесом и йогой. Любит экстремальный спорт. Венди Ида, 67 лет Венди не всегда была такой. Она начала заниматься только после 40. По ее словам, у нее были нелюбимая работа, мужчина, убивавший ее самооценку и лишний вес. Сейчас она одна из самых известных фитнес-гуру США. Еще одно подтверждение, что меняться никогда не поздно. В чем секрет? Венди хватило терпения не бросить начатое. Она выдерживает диету, потребляет много белков, фруктов и овощей, делает силовые и кардио-тренировки. Дженнифер Тилли, 61 год Дженнифер Тилли – актриса с одним из самых необычных голосов в Голливуде. Она озвучивает мультфильмы и снимается в кино, не переставая восхищать своей естественной красотой. Это ее голосом говорит подружка кровожадной куклы Чаки. В чем секрет? Дженнифер отшучивается и говорит, что никакого секрета нет, и она просто использует фотофильтры. Она легко относится к жизни, кстати, профессионально играет в покер. Ее нельзя назвать худышкой, но это не мешает ей выглядеть намного моложе своих лет. Кэнди Ло, 45 лет Модель и певица из Гонконга, похоже, тоже не собирается стареть. У нее безупречная фигура, несмотря на то, что она является матерью троих сыновей. В чем секрет? Кэнди уверяет, что своей красотой она обязана наследственности и здоровому образу жизни. Также она проводит несколько часов в день в спортзале и тратит на уход за кожей лица не менее 40 минут ежедневно. Жаклина, 50 лет У Жаклины и Сербии такая фигура, что ей позавидовали бы многие 25-летние. Она много путешествует и выкладывает в Инстаграм фото в шикарной одежде. Но не все в ее жизни так радужно. Около двух лет назад у нее погиб сын Стефан. Сейчас Жаклина воспитывает двух внучек и считается самой горячей бабушкой Инстаграма. В чем секрет? Жаклина сохраняет загадочность и не распространяется на эту тему. Она говорит, что ее цель – вдохновить женщин непрятать свою чувственность и дать им понять, что они могут выглядеть отлично в любом возрасте. Люр Сюй, 45 лет Эта девушка-дизайнер из Тайваня недавно просто подняла интернет на уши. Она не выглядит даже на 20. Оказывается, что ей 45. И в это сложно поверить. В чем секрет? Люр пьет много воды и избегает сладких напитков. Также она не ест мяса и любит свежие овощи, особенно китайскую капусту бок-чой. Люр принимает витамин С и коллаген. И каждый день делает массаж лица и увлажняет кожу. Если кожи хватает воды, вы можете не беспокоиться о старении и морщинах. Шерон Сюй, 39 лет Мир не узнал бы о вечном подростке Люр Сюй, если бы не ее сестра, актриса Шерон Сюй, которая однажды привела свою сестру на ток-шоу. Шерон уже 36, но ей ни за что не дашь столько. В чем секрет? Как и сестра Шерон ведет здоровый образ жизни и ест много овощей, чтобы оставаться в такой прекрасной форме. Еще у нестареющих сестер есть третья, Фэй Фэй, в середине, и ей 43. И мать, в середине, ей 66. Холли Берри Американская актриса Холли Берри была одним из величайших секс-символов 20 века. Ничего не изменилось даже сегодня, когда она отметила свой 54-й день рождения. Вы тоже думаете, что это невозможно? Холли гордится своей совершенно спортивной фигурой, и вы будете искать морщины на ее лице с помощью увеличительного стекла. Но мы знаем ее секреты молодости. У Холли Берри диагностировали диабет в возрасте 19 лет. Тогда же она поняла, что ради своего здоровья должна совершить серьезные изменения в образе жизни. В связи с этим актриса полностью отказалась от обработанного сахара, хлеба и очень жирных продуктов в рационе. Вместо этого она выбрала диету, которая включает в себя много овощей и чистой воды. Тогда же Холли отказалась от сигареты и алкоголя, и начала усиленно тренироваться, делая упор на кардио. Джина Стюарт Джину Стюарт в сети называют самой красивой бабушкой в мире. Причина такого титула кроется во внешности этой красивой женщины. Глядя на нее, ей с натяжкой можно дать 25-30 лет. На самом деле ей 49. Джина – мама двоих детей и бабушка очаровательной внучки. В сети часто обвиняют самую красивую в мире бабушку в том, что ее красота искусственная. А молодое лицо – результат пластики и не более того. Сама Джина эти обвинения опровергает. Она говорит, что, может быть, и решилась бы на уколы красоты и подобные им процедуры, но с детства боится шприцов, игл и все, что с ними связано. Звезда сети утверждает, что своей внешностью она обязана правильному уходу за кожей и ведению здорового образа жизни. Один из моих секретов – масло шиповника. Оно омолаживает мою кожу. Именно это средство – мой ботокс. Признается красавица. А вы сами-то верите в правдивый слов модели? Напишите в комментариях. Линда Джаггер Линда Джаггер часто становится объектом внимания прохожих. И не просто так. Она выглядит 40-летней блондинкой в отличной физической форме. Однако никому и в голову не придет, что женщине уже 62 года и у нее целых семеро внуков. Ее секрет молодости – это правильное питание и постоянные физические нагрузки, которые появились в ее жизни в 21 год. Активные тренировки являются частью жизни Линды до сих пор. 30 лет Джаггер занималась спортом у себя дома, так как боялась посещать тренажерный зал. Однако в определенный момент решилась и увлеклась бодибилдингом. Поэтому за последние 11 лет ей удавалось 5 раз выигрывать первенство по культуризму в провинции, состязаясь с женщинами от 38 лет. Добиться усиления результата ей помогает правильное питание и употребление большого количества воды. Также она соблюдает два главных правила здорового образа жизни. Нет стресса и не менее 7 часов отдыха в сутки. Их соблюдение и есть главный секрет молодости, в чем Линда убедилась лично. Ясмин Росси А эту даму зовут Ясмин Росси и ей 64 года. Только посмотрите на нее. Разве она выглядит на 64? Больше 35 лет ей сложно дать. Ясмин работает моделью. Она снимается в рекламе нижнего белья и купальников. На снимках Росси выглядит очень молодо и грациозно. Ее тело в превосходной форме. Но как ей это удается? В интервью Ясмин раскрыла три секрета своей молодости и красоты. Главное из них – всю жизнь она делает только то, что доставляет ей удовольствие. Она правильно питается, регулярно делает утреннюю пробежку и занимается йогой. Она ест много рыбы, мяса и авокадо. Ясмин никогда не ест замороженные обезжиренные продукты. Не разогревает еду в микроволновой печи. Для ухода за кожей волосами она использует масла – оливковое и рапсовое. Ясмин не согласна с мнением, что для того, чтобы иметь красивую кожу, нужно прибегать к услугам косметолога. По ее мнению и практике, лучший помощник в этом – скраб из оливкового масла и сахара. В своем аккаунте в Инстаграм она часто публикует то, что ест на завтрак, как обед и ужин. Модель отдает предпочтение овощам, фруктам, мягкому сыру, орехам, яйцам, супу и каше. Анжела Пол Дожить до 64 лет и выглядеть на 34 – что может быть лучше? Любая женщина об этом мечтает. Анжела Пол в прошлом модели консультант по отношениям выглядит намного моложе своего возраста. И люди часто воспринимают ее за сестру собственной дочери. Многие считают, что Анжела не обошлась без пластических операций. Но, как утверждает сама 64-летняя модель, она их не делала. Женщина, живущая в США в штате Калифорния, утверждает, что выглядит так хорошо благодаря тому, что всегда вела и продолжает вести суперздоровый образ жизни. Это здоровое и правильное питание, режим сна и занятия спортом. В 20 лет врачи поставили диагноз красной волчанки. Анжеле пришлось лечиться и придерживаться здорового образа жизни, что она делает и по сей день. Диета, правильное питание и спорт дал отличный результат. По словам Анжелы, поначалу это был трудный труд и испытание. Но со временем это превратилось в привычку, и от такого образа жизни стало трудно отказаться. Тем более, что от такой полезной привычки было отличное самочувствие. Пуспа Дэви Внимательно посмотрите на это фото и скажите, сколько, на ваш взгляд, можно дать лет этой женщине? 20? 30? 40? Или может быть больше? На самом деле, этой женщине 54 года. Невероятно, правда? Её зовут Пуспа Дэви, и она является предпринимателем и проживает в Индонезии. А на фото не её друзья, коллеги или знакомые, как можно было подумать, а её родные сыновья. Многие подозревают индонезийку в пластических операциях. Но она говорит, что ничего не делала со своим лицом и даже не собирается. И более того, различные косметические процедуры, по её словам, ей только мешают. Она предпочитает умеренный уход за собой без всяких излишеств. Секрет её красоты прост. Сохранять лицо молодым и свежим ей позволяет регулярное использование увлажняющего, а также солнцезащитного крема. Последний крем она стала использовать по настоятельной рекомендации врачей. Дело в том, что почти 20 лет назад она сильно обгорела на солнце и долгое время ходила с красной кожей. Врачи, которые лечили ей ожоги, посоветовали ей постоянно использовать солнцезащитный крем, так как кожа у Дэви тонкая и нежная. Ещё один секрет её здоровья и красоты – это спорт и активный отдых. Вместе со своими сыновьями Пуспа Дэви любит позаниматься боксом, скалолазанием, а также другими экстремальными видами спорта. Ещё она занимается зумбой, плаванием и аэробикой. Ну и разумеется, большую роль во внешнем виде Пуспы играет генетика. Она утверждает, что все её члены семьи выглядят довольно свежо и молодо, несмотря на свой уже приличный возраст. Благодарю вас за просмотр и спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставить лайк и подписываться на канал – это уже ваше дело. Ну, напомню, вы были на канале «Самая-самая в мире». Меня зовут Роман, вам отличного дня и никогда не старейте, особенно душой. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!